АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну давай, давай, мужики, ну давай, лезь, давай! Ну, взяли! Давай, Митуль! Что, Бойко, не нравится пейзаж? Да нет, товарищ генерал-майор, до пейзажа я звыкаю. Ну давай, давай, мужики, ну давай, давай, лезь! Давай, кляпыла, давай, 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 давай! Ой, ой, колено у меня целый день ловит, аж в спину отдаю, думаю, к непогоде. Да, не везет тебе, Бойко. Хэ, хочу, что меня не вези. До этой весной, небось, каждый день коленом маешься. Что, фронта за час доедем? Да, Боже, и заедем. Эх, нам бы автожир, тогда точно успели бы. Что за стука такая? Хэ, хитрая штуковина, на вроде самолета, только вид здоровенный сверху. Где захотел взлетая, где захотел садиться, не слыхали? Сам выдумал? Да не выдумал, сам летал. У нас во двадцать четвертой армии пять машин таких было, против мессера гнила груша. Их мы ночью летали, а не видно ничего, хоть класс выкали. Ну, пилот по тьмах, деревья за поляну прыгнул, ну и сел, как говорится. Ну, а там я коленку свою зашил. Тяни мою машину, а? А это что такое? А мы же диверсанты? Полковник Дубровский, главный управленник контрразведки. В чем дело, полковник? Генерал-майор Ладис? Да. Меня прислал за военный комиссар второго ранга товарищ Абакумов. Товарищ генерал, нас ждет самолет. Тише ступай, здесь тебе не приемное особого отдела. Меня назначили главным в поисковой операции, а ты как бы подмога. Так что не очень-то, капитан. Мы работать будем или разбираться, кто здесь фельдмаршал? Тише, в лесу надо. Че тише? Вот че тише? Нет тут никого. Говорят же, что два раза в одно место снаряд не бьет. Здесь он шел, ветки сломан. Капитан. Утка летел. Аж автомат потерял. Где? А он за деревом лежит. Ай да, капитан. Сапог наш, не германский. Размера сорок третьего. А че в том отбросил? А ты патроны проверь. Ясно. Здесь тебе не передавай. И год уже не сорок первый. На танки конной эскадроны посылать не нужно. Да не привыкай к такой работе, товарищ полковник. Мы у нас в разведроте… А здесь не разведрота. Особый отдел. Особый. Понимаешь? Доклады агентов в боевых частях читать нужно? Нужно. Справки о моральном состоянии личного состава писать надо? Надо. Работу по выявлению сельсоветских элементов среди бывшего оккупации населения проводить тоже нужно. Кто всем этим будет заниматься? Кашкин. Перехов ты мне это брось, Кашкин! Офицеру контрразведки когда-никогда и за бумагами посидеть надо. Не все время же, как это было, лягушки по болотам скакать. Значит так. Берешь у Кашкина список сотрудников особого отдела. Садишься вон там в приемной и начинаешь разработку. Разработку всех тех, кто имел дело к радиосеансу. Иван Иванович, ну бойцов разрабатывать или население это еще куда не шло? Ну свои же. Вот тебе разница между разведчиком и контрразведчиком. Контрразведчик просыпается с недоверием и с недоверием засыпает. Ну в таком случае и мы с вами друг другу тоже доверять не должны. Конечно, Терехов, ты с меня и начни. Вот спроси меня, где я был с четырех тридцати до пяти ноль ноль. И проверь, проверь, а может быть я солгал? Есть. 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 Продолжение следует... Смирно! Мой дорогой Шульц, к чему этот цирк с мотоциклистом? Неужели нельзя было обойтись без эскорта? Эскорта? Я не имею к этому никакого отношения. Как? Он ехал за нами от самого Берлина. Он одет в форму нашего 502-го батальона. Приказать задержать его? Интересно было бы поговорить с ним. Распередитесь, Шульц. Отто, у нас есть для вас небольшой сюрприз. Думаю, вам понравится то, что мы вам покажем. Пожалуйста, отвернитесь. Что за шутки, Шульц? Имейте терпение, Отто. МП с глушителем? Это потрясающе. Мы изготовили эти пистолеты-пулеметы по образцу английских стэнов. Они практически бесшумны. Молодчина, радость. На дальнем расстоянии, конечно, точность небольшая, но в ближнем бою эта штука себя отлично покажет. Именно. Очень смело. Хорошо, Шульц. Хорошо. Кашкин, мне нужен список сотрудников ОКР. Ну, во-первых, не Кашкин, а товарищ капитан. И во-вторых, это секретная информация. Ну ладно, не Кашкин. Гонтарь приказал. А я об этом ничего не знаю. Пускай мне сам об этом скажут. Он сейчас уехал. Не нужно работать. Помоги мне. Послушай, у нас тут армия или комитет бедноты. Знаете, что бывает, товарищ Кашкин, за вот такое обращение с газетой «Правда»? где изложен приказ верховного главнокомандующего товарища Сталина. Это когда праздогоднее. А это не важно. Приказ никто не отменял. Я вообще Кашкин. У меня есть подозрения. Какое подозрение? Где ты был и что делал позапрошлой ночью? С трех до пяти утра. Ты здесь я был, ничего не делал. Ничего не делал? А кто может подтвердить, что ты здесь ничего не делал? Да караульный. Ты сейчас издеваешься, Дереков? Да пошутил я. Ну сейчас принесу. Разрешите, я пройду. А я сейчас чайку сделаю. Чайник возьми. Четырнадцать дуэлей в студенческие годы привили мне любовь к этому оружию. Говорят, шпага позволяет увидеть человека насквозь. Вы собираетесь проверить, насколько они хорошо фехтуют? Нет, мой дорогой Радли. Для того, чтобы отобрать тех, кто мне нужен, я хочу взглянуть, из какого дерева они высечены. В чем дело? Господин штурбанфюрер. Они, видимо, нашли мотоциклиста. Шарфюрер Байер из второй роты. Шульц. Я знаю этого солдата. Могу я спросить, что он натворил? Сейчас я вам скажу. Этот человек въехал в замок, выдав себя за мой эскорт. Он был одет в военную форму. Он въехал днем, вопреки всем моим приказам. Это трижды вопиющее нарушение порядка. Байер хороший боец. За ним две успешные операции. Но я накажу его так, что другим будет неповадно. Не торопитесь, Шульц. Что же заставило тебя пойти на это, солдат? Простите, господин штурбанфюрер. Я не могу сказать. Мне кажется, я знаю, в чем дело. У Байера есть женщина в Берлине. И если человек рискует ради любви к женщине, он вполне способен рискнуть всем для дела. Итак. Ваша задача, солдат, попробовать вытянуть у меня из нагрудного кармана этот платок. Защищайтесь. Но, господин штурбанфюрер, у меня нет шпаги. Вот именно, со шпагой может каждый. Защищайтесь же. А это вам на память от меня. Он подходит. Встать в строй. Так, сержант Веремеев, я еще раз повторяю свой вопрос. Что вы делали, начиная с трех часов утра? Ой, а я что, разве не сказал? Так по лесу же был. В лесу? Ну да. Ландыши собирал для товарища Яловской. Это во время боевого дежурства? Ну, работы особо здесь не было. А рядовая Боложкина взялась меня подменить? Чем подтвердите, что в пяти часов утра ландыши собирали? Вот ими и подтверждаю. Куда только ваше насельство смотрят? Капитан Устинов? Ну, я же говорю, у нас перерыв наблюдался в служебных заданиях. То есть как? Когда вы были в лесу, капитана здесь тоже не было? Не было. Так. Интересно, где же он был-то? А это вы у него спросите, товарищ старший лейтенант. А когда товарищ капитан вернется? Прошу, спрошу. Так. Вот тебе бумага, пиши все, что было, начиная с трех часов утра. А мне надо отлучиться. Так. КОНЕЦ Вы просили подобрать кандидатов из всех подразделений. Это штурман Зильке Раснер. Она служит в отделе радиошифровки. Но на прошлом задании на территории противника она удавила ремнем трех русских контрразведчиков, пытавшихся ее схватить. Ну что, штурман Зильке, вы справитесь? Штурман Фюрер, я готова попробовать. Я еще не дрался с женщиной на шпагах. Это было бы не по-рыцарски. Возьмите оружие. Вы настолько отважны, что готовы драться без оружия? Просто бой уже окончен. И если бы все было взаправду, вы уже были бы мертвы. Что вы имеете в виду? Шульц, я нашел нужных людей. Налево. Бегом марш. Но вы говорили о четверых. Совершенно верно. Еще нужен командир, и он у меня уже есть. Кто же это? Выше улицы. Слушаюсь. Но вы можете все-таки не пройти. Я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 А? Только где? Так, давай рассуждать. По следам диверсантов четыре группы работают. Мы за это мнение сошли несколько часов. А Терехов говорит, что на реке его весь мешок уже пустой был. Значит, портфель нужно искать до реки. А с чего ты взял, что их шестеро было? Ну, парашютов же шесть. А что, если им из местных кто-то помогал? Вон их в лесу сколько шастает. Так, давай рассуждать. Зачем ты это сказал? Тихо. А вось стрельбу да пистолетик на землю покладите. Ну, а то пальну. Будете тогда свои вантробы по всем лесе сбирать. Субтитры создавал DimaTorzok Есть кто? Екатерина Евгеньевна. Здравия желаю. А Екатерина Евгеньевна дома? Катька, тебе зачем? Мне по делу. По делу? А я думала граммофон послушать. Простите, а как у вас? Авдотья Гавриловна и я. А вообще бабы и Дуни кличут. А, Авдотья? А, скажите, товарищ Еловская Катя, у вас квартиру снимает? Снимает. Ты мне лучше скажи, ты с Катей погулять или по-серьезному? Да мне по делу. Где она сейчас? На службе, видать. Чаю попила. Больше я ее не видела. Видать, сложная у нее работа. Ну, что ты шепчешь все? Говори ты громче. Я говорю, видать, по ночам работает. По ночам она дома сидит. Ну, правда, этой ночью под утро вернулась. Я спрашивала. Сказала, работа срочная. Авда, Игоревна, а... Я баба Дуня. Баб Дунь, а в ночь с 10 на 11 ее тоже дома не было? Позапрошлую, что ли? Да, позапрошлую. Часа в три. Нет, позапрошлую она вовремя вернулась. Три часа вообще седьмой сон видела. Это хорошо. А что ты у нее самой не спросишь? Ты как же я ее спошу бабду? У нее ж нету. Стой. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Андрей. А я тут... Я вижу. Моей ночной жизнью интересуетесь. Товарищ Яловская, вы же знаете, что я обязан всех опросить. Ну и как? Выяснили? Выяснил. А может, покушать? Я колдунов приготовила. Картошка, правда, мерзлая. Не спасибо, Авдотья Гавриловна. Я домой и пойду. Там у меня белье варится. Хороший парень. А я вам вот что принес. Это же мой пропуск. Откуда он у вас? Мне мой знакомый передал. Это вы его... Я его везде обыскалась. Я даже в комбинатуру ходила. Спасибо. Катя... Вы знаете, мне в госпиталь надо. Там немцы архив держали. И когда уходили, не успели вывезти. Вообще, мне поручили с документами поработать. Понятно. Ну, я тогда пойду. Товарищ Терехов! Да. Фуражку забыли. Это тебе и пулька, бабочка. Спасибо. Да. О, Кустинов. Долг принес? Спасибо. Так и пришел, смотри, не гексанул. Ну что, принес, что обещал? Смотри, Устинов, ты и так на крючке. А начальство узнает, сам знаешь. За такое по головке не погладят. Ну чушь-чушь, не ровен час. Срисует, потом доказывай. Кто таки будете? Мы-то добрые люди. Добрые люди. Добрые люди на попелище не рыются. Отказывайте, кто такие? Бо пальну. Ну и кто ж, по-твоему, мы такие? А кто вас ведает? А может, полицаи беглые? И шпионы? Да не полицаи мы, и не шпионы. Бандиты, значит? Да не бандиты мы. Я лейтенант Красной Армии. Вот документы. А может, ты мне газетку подсовываешь? Откуда мы ведете? А кто ж ты сам такой будешь, мил человек? А, вот то-то оно, что вы не тутайшие, коли деда Юрося не ведаете. Деда Юрося, которого хата у излучины ляхов-то стоит? Стояло, пока такие, как вы не попали. Чекай, чекай. А ты откуда ведаешь? Так я у тебя, бывало, бульбу с огорода таскал, пока ты за белками по лесу гонялся. Ну, Григорий я, Матвеич, Коваленков сын. Гришка? Ну, да. Да не, не Гришка. Того Гришка, что я веду, у него морда и негадкая мятая была. За тобой когда-то, дед Юрося, тоже девки плакали. Глядя-ка ты, и правда Гришка. Ну ты. Садись, дед. Ты что, плохливый-то такой? А ли напугал кто? Да ось, были тут одные. У двух, значит. Ну, так само добрые, как вы, веселые такие. Куры вам. Пропоновали. Не по короску. А что? Ага, сам глянь. Сигарету. Давай. Очень бы мне с ними поговорить хотелось. Я подумал, что просто так в лесе им рыбыть немае чего. Значит, надо поглядеть, кто яны и даткуль. Ну я и пайшел за ими. Так яны, меня не. Аж до закинутого хутора довели. Знаю я это место. Отсюда верст пять попрямую. На, туда идти. На пулю бандитскую нарваться хочешь, лейтенант. Ну что, мы с двумя не справимся? Больше их может быть. Может, сперва за подмогой? Товарищ Коваленок, здесь я решаю. Опять за свое. Вот лишайник. Ну прощай, дед Юрась, коли не увидимся. Добрый путь. Я все принес. О, у связи денежка завелась, да? Здесь полторы тысячи. Это все. Ну что значит все? Больше вам ничего не дуга. Это как? Ты же нам еще две бомбы должен. Не было такого. Мы тебя сейчас возьмем здесь и прижмем. Че, шмалять начнешь, а? Ты чего, Стив? Стоять! О, а ты кто? Что, под трибунал захотели? Ты че, старлей? А ну, верни ему деньги. А это наши деньги. На. Терехов не нужны. Я им должен был. Сколько он вам должен? Две тысячи. Врешь, не было такого. А нам чужого не надо. Полторы тысячи. Получили свое. Какой верняк обломал, а? Получили. А теперь быстро в свои палаты дудь касторку. Ну все, капитан. Может еще увидимся, сыграем. Спасибо, лейтенант. Да, капитан, задал ты мне задачу. А я уж был и думал. Погодите, ты что? Что? Ты подумал? Что это я тогда немцам ночью шифровку отослал? А что ты должен был подумать? Согласно журналу, ты должен был быть в отделе. А тебя там не было. Здесь я был. Но есть у меня страстишка. Как карту вижу, руки трожат. И что он с этой бандурой таскается? Страсть как музыку любит. Ему патефон один летчик оставил. Архив разбирали, пластинки нашли. Чудная, брат, на них музыка. Сеньке нравится, за уши не оттащишь. Тебя подвезти? А ты меня уже и так подвел. Тебя подвезти? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А вы все время такой серьезный? Нам, наверное, очень трудно Мы всех должны подозревать Каждого видеть врага Наверное, очень сильный И мужественный Работать в такой организации, название которой Начинается со слова «Смерть» Ужасно Смерть шпионом Но я об этом не думал Да, но так же нельзя Есть много разных прекрасных вещей Есть небо, есть Есть весна, есть солнце Есть жизнь А я ведь, знаете, товарищ Екатерина Ельбинова Хотел воспользоваться своим служебным положением И прийти к нам Лейтенант Терехов Так точно Вас срочно вызывают в штаб А что случилось? Немецкий диверсант пытался с собой покончить Извините Да Ушли они Демо нет Вот они, голубчики Может, дезертиры? Или диверсанты Это мы сейчас узнаем Да больше их может быть Чего самим соваться Давай сперва за подмогой А если портфель у них Уйдет, потом ищи-су ищи Вот оголтелый, а Да Вам предстоит освободить оберштурбан-фюрера Нойбера на территории врага в городе Любинске, в Белоруссии. Он находится в госпитале, как и предусматривалось планом на случай провала. А если уже слишком поздно, в выражении «слишком поздно» не должно фигурировать в словаре солдата. План госпиталя у нас имеется. А для того, чтобы вам не мешали, в район Любинска будет заброшена вторая диверсионная группа. Она отвлечет внимание русских на себя. Хорошо. Их готовили в Хеленгофе, Чехия. Я им не очень доверяю, а не скороспелке. Поэтому вам нужно наладить связь и взаимодействовать с группой Шарыги, которая скрывается в лесах. Я понял вас. А теперь, Шульц, обсудим детали. Так вот. Шмак, смотри-ка, кто-то в гости к нам пожаловал. Кого это весы несут? Может, Шарыгахова послал? Нет, я его не знаю. Вот, госпитай. А че я? У него же винтарь. Был у него, будет у нас. А я тебя отсюда прикрою. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И вам день добрый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У тебя что, глаза на затылке? Глаза не глаза, а уши охотнику в лесу, ой, как нужны. Ха, говоришь, охотник. Ну да, белок бью. С боевым карабином. Да это не простой винтарь, у него калибр маленький, а я в глаз цель. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Покажи. Кто и откуда? Да из тырсовки мы. Бабу кормить надо, вот я в лесу и пропадаю. uggь это, кто остался? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гляди-ка, с чего я себе нашел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Придурок! Обыщи его! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Руки подними. Лежать! А теперь я спрашивать буду. Кто такие? Живём мы здесь. Бомба в хату попала, но мы и сюда. Нож дал! Нож! Давай сюда портель, гнида! Пристрелю сейчас! Не горячись, лейтенант. Может, они про немцев ничего не знают. Так что вы понь залётная? Кончай шалить, начальнички! Выходи из хаты! Оружие через окно бросайте! Иначе вместо камешка граната полетит! Мужики! У нас приятели ваши! Жить они хотят! Сделайте им подарок! Обезь с ними, с приятелями! Выходи! Этих они не пожалеют. Малюта, давай! Малюта, давай! Малюта, давай! Малюта, давай! Малюта! Этих! Товарищ полковник, ну не могу я больше возиться с бумагами. Да с какими бумагами ты с людьми и возишься, Терехов? Тебе что было сказано сделать? Проверить по списку всех сотрудников отдела контрразведки. Кто где был в зафиксированное время передачи немецкой радиограммы. Проверил? Проверил. Всех? Всех. Но ведь где-то сидит эта сволочь, которая немца о курьерском пакете донесла. Как курей заперли. Интересно, а почему они нас... Расход не пустили, Олеша их ведает. Ждут кого-то. Что же Москаленко за нами поисковый отряд не выслал? В сутки уже как по лесу ходим. Может и выслал. Откуда им знать, куда нас донесло? А без проводника они до нас не скоро доберутся. Так... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зарежет тебя, Оленька, а ты и сон не доглядел. А ты что, тут командир, что ли? Сам вчера этих продявил. Ты не на меня смотри, а на замки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ришка. Дед, ты как здесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас. Сорай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо. Идет кто-то. Ну что, ментура, залежались? Вставай. Вставай, говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уходим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не спал. Не спал. Убегли! 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 Ты чего орешь? Убегли! Кто поставил оленьку сторожить? Я тебе сразу говорю, качать их надо было. Не лезь, Килимон, нам велено было взять языка и желательно за перов. А я видел, как молодой выходил из штаба с Мершем. А я вышибу от Саз. Глянь, с крыльца. Забью, скотов. Дверь укрепла отшинена. Савка, зови хлопцев. Лопцы! Федьку убили, Степку. Живо, живо за ими. Порвать, как собаки, порвать их на куски. Ну, живо! Бегом! Бегом!